Привет. Это распечатки данных двух радиотелескопов. И, скорее всего, многие из вас сразу узнают, что это такое. И, наверное, гораздо меньшему количеству людей будет знакомо это. Это знаменитый сигнал ВАУ. Обнаруженный на этом телескопе большое ухо в рамках проекта Сети по поиску сигналов внеземного разума. Десятилетия люди пытались объяснить его природу и повторно зарегистрировать. Была даже версия, что это инопланетные цивилизации. На сегодняшний день существуют версии объяснения происхождения сигнала и без всякого внеземного разума, вроде комет. Но и у этих версий есть критики. Вокруг сигнала ВАУ было много шумихи в СМИ, и о нем многие знают. При том, что сам сигнал напрямую не привел к каким-то фундаментальным открытиям. И с другой стороны вот это. Эти показания на бумажной ленте, на которой чернилами фиксировались наблюдения телескопа. Вот эта небольшая аномалия привела к очень важному открытию в истории астрофизики и к Нобелевской премии. Благодаря этому были открыты пульсары. Меня очень часто просили сделать ролик о пульсарах, и сегодня мы поговорим именно о них. В середине 60-х годов 20 века в Малардской радиоастрономической обсерватории Кембриджа строился новый радиотелескоп для наблюдения за компактными радиоисточниками. Телескоп использовал свежеизобретенный метод мерцаний. Если кратко, метод основан на том, что точечные радиоисточники как бы мерцают для наблюдателя на Земле, когда сигнал проходит сквозь солнечный ветер в межпланетном пространстве. И сильнее мерцают из-за солнечного ветра именно компактные объекты. Если вам интересно подробнее узнать о методе, в описании оставлю ссылку на статью на русском. Телескоп был спроектирован Энтони Хьюишем. И вот так выглядел телескоп. По площади он занимал пару десятков тысяч квадратных метров, что как два с половиной футбольных поля. Джоселин Белл Бернелл, аспирантка Хьюиша и еще несколько человек, своими руками вбили тысячу таких столбов в землю, протянули между ними около 200 километров кабеля и установили 2048 одноволновых симметричных вибратора. Такие вибраторы могут быть как самостоятельными антеннами, так и работать как часть антенны. Простая и дешевая даже по тем временам конструкция, но в результате получился достаточно высокочувствительный радиотелескоп. Система могла просканировать значительный участок всего неба раз в четыре дня. Ну и когда телескоп сканировал небо, данные выводились на бумажных рулонах с тремя дорожками. Это лишь фрагмент такой ленты. Каждый день наблюдений накапливалось 30 метров такой бумаги с данными, и их анализировала вручную сама Джоселин Белл. На начальном этапе было специально принято решение, что данные визуально отсматривает именно человек, а не компьютер. Пока не установится понимание поведения телескопа. Ведь человек мог распознать сигналы разного характера. После анализа сотен метров бумажных рулонов с данными, Джоселин Белл легко научилась распознавать, как и космические точечные мерцающие радиоисточники, так и помехи земного происхождения. В 1967 году, через несколько недель после начала работы телескопа, Джоселин Белл обнаружила в данных странный сигнал, который повторялся через промежутки, и он был не похож, скажем, на квазар или на помехи с Земли. Это тот самый сигнал, который я вам показал в начале. Давайте посмотрим на него поближе. Записи, понятно, не в оригинальном качестве, но кое-что можно разглядеть. Вот нужный нам сигнал, а вот помехи. Даже при таком качестве мы видим одно из отличий. Здесь расстояние между пиками больше, и мы даже можем видеть между ними пустое пространство. Однако тут мы не видим таких пробелов. Это говорит о том, что частота сигнала выше. При такой скорости движения бумаги, перо просто как бы закрасило участок. И чтобы рассмотреть неизвестный сигнал в лучших деталях и добиться большего разрешения, нужно было просто быстрее двигать бумагу под пером. Правда, тогда рулон заканчивался за 20 минут, и его нужно было постоянно менять. Преодолев некоторые трудности, все же удалось записать сигнал с более быстрым движением бумаги. И они увидели следующее. Это оказалась серия импульсов. Интенсивность самих импульсов могла меняться, но удивительно, что они шли через совершенно равные промежутки в 1,3 секунды. В звуковой форме это звучало бы так. Ничего подобного раньше находить не доводилось. Энтони Хьюис, Джоселин Белл с помощью других ученых пытались разобраться в природе этих сигналов. Они выглядели так, будто они искусственного происхождения. Вариант, что это дефект самого оборудования, отмели, пронаблюдав сигнал на других телескопах. Были версии, что это сигнал Земли, отраженный от Луны, спутник или аномальный эффект от металлического здания неподалеку. Но это тоже исключили. Ведь сигнал двигался вместе со звездами, а значит, не был земного происхождения. Дальнейшие измерения показали, что сигнал исходит из-за пределов Солнечной системы, но находится внутри нашей галактики. Итак, ритмичный, повторяющийся с высокой точностью через равные промежутки времени сигнал, будто кем-то созданный, да еще и исходящий из-за пределов Солнечной системы. Конечно, у ученых возникла мысль, что это может быть сигнал от внеземной цивилизации. Первые сигналы даже помечали аббревиатурой LGM, Little Green Man, маленькие зеленые человечки. Если бы сигнал исходил от планеты, и по мере ее движения по орбите, можно было бы зарегистрировать доплеровское смещение. Однако оно не было обнаружено, было обнаружено лишь смещение, которое зависит от движения Земли по орбите вокруг Солнца. Кроме того, были найдены и другие сигналы с очень похожим периодом. Так что посчитали маловероятным, что это инопланетяне посылают именно нам одинаковые сигналы из разных участков галактики. А жаль. Несколько месяцев находка держалась в секрете, пока искали других кандидатов, ведь одного единственного сигнала для публикации было недостаточно. И в конце концов, в 1968 году в журнале Nature была опубликована эта статья, в которой миру рассказали об обнаружении быстро пульсирующих радиосигналов. Там ученые предположили, что источниками сигналов могут быть либо белые карлики, или нейтронные звезды. Статья произвела фурор. Кстати, в ней самой еще не употребляется название пульсар. В 1974 году Энтони Хьюишу и Мартину Райлу за это открытие вручили Нобелевскую премию в области физики. И именно эти наблюдения пульсаров стали первыми доказательствами существования нейтронных звезд. И, кстати, тот самый первый пульсар сейчас называют PSR B1919 плюс 21. Уже здесь он был помечен как 1919 по прямому восхождению. Пульсары стали открывать десятками, потом сотнями, и постепенно мы пришли к современному пониманию того, чем являются пульсары. Ну и давайте, собственно, именно к этому и перейдем. Наверняка вы видели такие изображения или анимации. То, что впервые наблюдала на радиотелескопе Джоселин Белл, и то, что мы сегодня называем пульсарами, это такой тип быстро вращающихся нейтронных звезд с сильным магнитным полем. Звезды в течение большей части своей жизни на главной последовательности находятся в гидростатическом равновесии. То есть силы гравитации звезды, которые пытаются ее сжать, уравновешены направленным наружу давлением, которое возникает в процессах выработки энергии в результате ядерных реакций в центре звезды. Пока этот баланс поддерживается, звезда находится в стабильном состоянии на протяжении достаточно долгого срока. Хотя и плавно нагревается, и становится ярче, по мере того, как внутри звезды расходуется топливо и повышается плотность. Как долго звезда находится в этом балансе, в основном зависит от ее массы. Интуитивно может показаться, что если звезда массивнее, значит у нее больше топлива, и значит она должна существовать дольше. Однако на деле все наоборот. Больше массы, значит выше давление. Выше давление, выше температура, в центре, при которой протекают ядерные реакции. А следовательно, скорость, с которой поглощается топливо, выше. Как я уже не раз говорил, срок жизни нашего Солнца на главной последовательности 10 миллиардов лет. И сейчас мы примерно в середине. Менее массивные красные карлики могут перерабатывать водород в гелии десятки и даже сотни миллиардов лет. А вот звезда лишь в полтора раза массивнее нашего Солнца может прожить уже в три раза меньше. А срок жизни очень массивных звезд вообще измеряется считанными миллионами. Когда же наше Солнце израсходует водород, расширится до красного гиганта, сбросит оболочку, и в центре останется компактное ядро. Белый карлик из углерода и кислорода. Когда у недостаточно массивных, чтобы образовалась черная дыра, но более массивных, чем Солнце, звезд, примерно от 10 солнечных масс, заканчивается топливо, начинают производиться все более тяжелые элементы. Пока дело не доходит до железа. А затем происходит вспышка сверхновой, а ядро коллапсирует, и в центре остается нейтронная звезда. Еще встречается вариант формирования нейтронной звезды, когда в двойной системе белый карлик поглощает материю звезды Компаньона, преодолевает предел Чандрасикара, вспыхивает сверхновой и становится нейтронной звездой. Обо всех этих процессах, я думаю, мы еще поговорим подробнее. Массы нейтронных звезд могут варьироваться от одной до трех масс Солнца, хотя верхний предел может оставаться под вопросом. Например, одна из наиболее массивных, известных на сегодняшний день нейтронных звезд, пульсар PSR J2215 плюс 5135 с массой 2,3 солнечных. Находится он, к тому же, в двойной системе. И при такой массе, сопоставимой с солнечной, и даже больше, размеры нейтронных звезд лишь 10-20 километров в поперечнике. Представьте себе плотность. Масса звезды в области пространства диаметром с город. Это одни из самых плотных известных объектов во Вселенной. Тут часто приводят пример, что масса такого кусочка нейтронной звезды равна миллиарду тонн. Как понятно из названия, состоят они в основном из нейтронов с небольшой примесью других частиц. Ну и давайте вернемся к пульсарам. Как я уже сказал, пульсары — это тип нейтронных звезд. Однако я не сказал, что среди известных нейтронных звезд большинство — это пульсары. Итак, пульсар быстро вращается, и у него очень мощное магнитное поле. Вдоль магнитных полюсов мы видим два потока ускоренных частиц и излучения. Часто ось вращения нейтронной звезды и ось магнитного поля не совпадает, как, например, у Земли и у некоторых других планет. Собственно, с этим и связано название пульсар. Мы видим пульсацию или периодическое излучение, когда луч пульсара поворачивается к нам, как показано здесь. Это часто сравнивают с тем, как луч света от маяка виден на корабле. Но возможно такое расположение нейтронной звезды, при котором луч не будет направлен на Землю, и тогда мы не увидим пульсара. Ну или, по крайней мере, радиопульсара. Первые пульсары были обнаружены в радиодиапазоне, однако они излучают и в других. Например, в рентгеновском или даже гамма-диапазоне. Радиоизлучение пульсара более узконаправлено, а вот, например, гамма – шире. На этой анимации показана ситуация, при которой радиопотоки не попадают на Землю, а вот гамма-излучение можно зафиксировать. Откуда у пульсаров такая скорость вращения и такое магнитное поле? Что касается скорости, здесь все объясняется законом сохранения момента импульса. В ролике про формирование Солнечной системы я уже говорил о нем и показывал вот такую демонстрацию. Этот же эффект мы видим, когда фигурист сводит руки и его вращение ускоряется. До коллапса звезда и так вращалась. Однако, когда значительная часть массы звезды уменьшилась в огромное количество раз в объеме, из-за сохранения момента импульса, как и фигурист, она начала вращаться гораздо быстрее. Магнитные линии же при коллапсе переносятся, но становятся ближе и на много порядков увеличивается интенсивность. При том, что пульсар размером всего с город, магнитные поля в триллионы раз мощнее нашей планеты. Период обращения первого обнаруженного пульсара, как мы помним, 1,3 секунды, что может показаться достаточно быстрым. Представьте себе 10-20-километровый шар совершает полный оборот за секунду с небольшим. Однако, это далеко от рекордсменов по скорости. Давайте я приведу несколько примеров, а заодно мы их послушаем. Кстати, звуки, которые вы сейчас услышите, напрямую соотносятся с данными наблюдений этих конкретных пульсаров. Период пульсара PSR-B03-29-54 примерно 0,7 секунды. То есть, за секунду он успевает сделать 1,4 вращения. Давайте послушаем его. А это известный пульсар в парусах. Он совершает 11 оборотов в секунду. Пульсар в центре коробовидной туманности 30 оборотов в секунду. Вот его звук. Следующий, уже миллисекундный пульсар PSR-J04-37-47-15. Мы уже не слышим отдельных импульсов, а скорее 1 тонн. Ведь он вращается со скоростью 174 раза в секунду. И последний пример. Первый открытый миллисекундный пульсар PSR-B1937-21. Он совершает 642 оборота в секунду. Он вращается с невообразимой скоростью в 1,7 скорости света. Давайте его послушаем и посмотрим. Я также нашел и визуализацию. По периоду вращения он на втором месте среди всех известных пульсаров. Быстрее только пульсар PSR-J17-48-24-46-AD, который совершает 716 оборотов в секунду. Предположительно, существует предел периода вращения. Он может составлять 1500 оборотов в секунду. Превысив его, нейтронная звезда уже может разрушиться. Но можно ли увидеть пульсар не с помощью радио- или рентгеновского диапазона, а в видимом свете? Да, и их называют оптическими пульсарами. Правда, их известно очень мало. Вот в этой таблице от Европейской Южной обсерватории их всего 9. Это при том, что всего известно более 2000 пульсаров. В этом списке оптических пульсаров есть и те, о которых мы уже говорили. Например, пульсар в центре знаменитой крабовидной туманности. Вот снимок телескопа Хаббл. Пульсар – это звезда в центральном круге. А вот уже серия снимков, на которой мы видим, как звезда справа меняет яркость в сравнении с левой звездой. Ну и, конечно, хочется увидеть это не в виде статичных картинок, а в движении. Это замедленная анимация. Как вы помните, пульсар крабовидной туманности делает 30 оборотов в секунду. А это потрясающая анимация из 24 наблюдений Хаббла окружения пульсара в видимом диапазоне. Мы видим струи и кольца вокруг пульсара в динамике. По оценкам ученых, в нашей галактике может быть около миллиарда нейтронных звезд. Однако я также уже сказал, что пока было обнаружено лишь более двух тысяч пульсаров, и большинство нейтронных звезд это и есть пульсары. Почему же мы так мало их находим? Во-первых, это их возраст. Хоть периодичность пульсаров и настолько предсказуема, что их можно использовать как высокоточные часы, они не будут так вращаться и излучать вечно. Возраст большинства нейтронных звезд составляет миллиарды лет, и у них было достаточно времени, чтобы замедлить вращение и остыть настолько, чтобы стать невидимыми или почти невидимыми на разных длинных волн. Тот же пульсар в крыбовидной туманности молодой, ему около тысячи лет, и мы можем рассматривать его в разных диапазонах. Но даже у молодых пульсаров узкие радиопотоки, как я уже говорил, могут быть просто не направлены на нас. Поэтому ученые используют и гамма-обсерватории вроде Фермии или Чандра для обнаружения таких пульсаров, что могут быть невидны в радиодиапазоне. А еще я не рассказал про пульсары в различных двойных системах. И, конечно, про магнетары. Еще одни экстремальные представители и без того экстремальных нейтронных звезд. Об этом мы обязательно поговорим в следующих выпусках. А то, о чем я уже рассказал сегодня, можно будет раскрыть подробнее в будущем. Да, а началось-то все вот с этого. Спасибо всем за просмотр. Напоминаю, что вы можете предлагать свои темы для будущих роликов с хэштегом «Космос просто тема». Ну, а если вам понравился этот ролик, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк, оставить комментарий, чтобы этот ролик увидело больше людей. Если вы в первый раз на канале и вам понравилось, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне и всеми другими способами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok